Древний греческий философ Платон писал Боги подарили нам два вида искусств Музыку и гимнастику И сегодня у нас с вами есть возможность пообщаться с ярким представителем мира гимнастики Это Ольга Куклина, президент Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга, здравствуйте И, конечно же, я рад, что вы пришли к нам на кухню, на кухню ресторана Мэйбир И что мы будем готовить, скажите, пожалуйста Ну, вообще я хочу сказать, что сейчас люди России, может быть и большинство людей мира Живут в очень быстром темпе Поэтому я решила, что мы сегодня приготовим что-то очень быстрое То есть это филе курицы Его быстро готовить, и оно быстро готовится в духовке И несколько салатов Отлично У нас тут громадное количество ингредиентов, особенно специй Уже тут аромат такой стоит, потрясающе витает в воздухе Давайте с чего начнем? Как вы готовите? Курицу я отбиваю обязательно в целлофановых пакетах, чтобы, как говорится, кухня у нас была всегда в красоте И не допускать дополнительной какой-то работы дома Так, а вы дома, как мама, наверное, вы готовите часто? Ну, каждый день То есть каждое филе я выкладываю в пакет Так И отбиваю с двух сторон Отлично Гремлю? Да, конечно, давайте Я пока чем могу заняться, скажите? А я могу вам выдать вот вторую штучку и второй пакет Давайте То есть не совсем тонко, чтобы это не развалилось Угу Но с двух сторон, чтобы было помягче Так Я так понимаю, что филе вы часто готовите куриное, да? Ну, любим Это же все такое довольно диетическое такое мясо Конечно, и оно не тяжелое Вы наверняка следите за своим питанием Стараемся Не только за своим питанием, за питанием семьи Так Вот так будет Еще отбить или достаточно, посмотрите? Ну, можно еще с этой стороны Еще, да? Да И сделаю соус, которым мы будем смазывать филе Угу Так Он у нас будет состоять из майонеза и специй, да? Да То есть все любые специи, которые есть дома Чем больше мы их кладем, тем это будет ароматнее Вы любите специи? Очень люблю Мясо без специй Это уже не мясо Ужин на ветер Да-да-да-да-да Пошумели тут немножко мы Что мы смешиваем? Давайте расскажем через видео Мы смешиваем все, что есть То есть это куркума на стороне, да? То есть и карри, и куркума, и какие-то специи для мяса То есть продаются приправы универсальные Для заправки Все, что душе угодно Все, что вам нравится Так, и можно противень, да? Так, пожалуйста Буду выкладывать на противень, а вас Так, что я буду делать? Я попрошу взять и нарезать половиночку вот этого сыра Половинку сыра, хорошо Каким образом нарезать его? Так, отрезали А теперь потереть Натереть, да? Да Так, хорошо Так, противень обязательно смазываем маслом Вы начали заниматься гимнастикой в 6 лет Насколько я слышал и знал Ну, вообще, да Привела меня мама в гимнастику Как это было? Вы отбрекивались? Нет, нет, не хочу Или все-таки? Ну, вообще, мама изначально привела меня в спортивную гимнастику Хотя хотела очень привести художественную Но немножко сначала не разобралась Я была очень больным ребенком И, в принципе, а мама у меня очень спортивный человек Вот И, в принципе, я считаю, она приняла очень правильное решение Так, я думаю, даже в один противень у нас влезет Влезет, да? Отлично Да Вот И уже разобравшись Так как у меня центр тяжести немножко выше То есть по генетике ноги длинные И, конечно, в спортивной гимнастике Спортивная гимнастика оказалась не для меня Там надо быть более крепкой Может быть, даже пониже ростом И вот мама меня уже привела к прекрасному тренеру Двенадцатой школы Хорошие сочетания Да Прекрасно Мальчики, наверное, вас защищали всегда Вообще у нас было очень весело Мальчишки, как всегда, безобразничали То есть наш класс был очень известным в школе Ну, спортивный класс, они, да, обычно шумные Да, они очень активные Да А девочки трудились Ну, вообще, я вспоминаю, конечно, это очень приятно, что остались у нас У всех очень хорошие отношения Мы часто встречаемся Часто общаемся Мне очень повезло с классным руководителем Которая была у нас уже с четвертого класса Она заслуженный работник Российской Федерации Вот Но было, на самом деле, очень сложно Потому что были двухразовые тренировки Это, получается, утром и вечером, да? Несмотря на то, что мы, значит, имели то же самое образование, что все Мы просто приходили на урок позже, после первой тренировки Но учились, как и все И затем шли на вторую тренировочку Так, теперь вот это мы с вами все сделали Теперь нам надо порезать Кружочками Помидоры И выложим их Сверху Когда у вас начались первые успехи На гимнастическом попыше? Вы знаете, вообще, девчонок набрали очень много перспективных В принципе, я была перспективной, наверное, только потому, что у меня была фактура Давайте его сюда на центр поставим Хорошо И будем с двух сторон складывать Вот Но Не было особой гутоперчивости То, что необходимо в гимнастике Да, хотя сейчас, уже будучи тренером Я считаю, что Стать достаточно уровня хорошим спортсменом Со средними данными В первую очередь, короче, трудолюбие Потому что, когда тебе многое дано сразу Потом Не всегда хочется трудиться Когда оно было сначала легко Расслабляешься, да? Да Бывает так, что Талант все-таки приводит к тому, что человек Становится хуже заниматься, чем тот, кто старается Он Может быть ленив Хотя, как говорят, да? Таланту надо помогать Бездари Пробьются сами Но Тем не менее Бывает такое Вы воспитали 17 мастеров спорта Уже 26 26 Вот Какая Оказывается, у меня устаревшая информация Да Ну и, учитывая еще и ваше звание Мастер спорта СССР Как вы его добились? Как получили? Ну, все сложилось То есть Достаточно Высококалифицированный был тренер То есть Вехматокспорт-класс Я, кстати, из этого спорт-класса осталась единственная В спорте Остальные как-то по пути немножечко сошли с дистанции Вот И я думаю, я просто безумно любила этот вид спорта Я безумно люблю свою работу Это очень хорошо Да Я счастливый человек в этом отношении Потому что я не представляю, как можно ходить на работу Туда, куда тебе не хочется идти Это точно Очень важно получать кайф, удовольствие Вот я получаю удовольствие от общения с приятными людьми И еще мы едим, прямо не отходя от работы Да А вот теперь мы просто посыпем немножечко сверху Чтобы у нас запеклось и была небольшая пища Я люблю эти сырные шутки, да Очень вкусные У нас только калорийно получится Майонез вообще, как часто используется Нет, нет, сильно калорийно То есть я могу сказать, что когда принимаешь эту пищу Нету тяжести ни в животе, ни в желудке Так что У вас вся семья спортивная Я знаю, что дочка тоже занимается, да, гимнастикой? Да, дочка занимается Сын занимался немного плаванием Но он все равно больше в науку, математику То есть ему это больше удается Сейчас он с мужем, который у меня является президентом Федерации рукопашного боя Ходит на тренировки периодически Такому папе не откажешь? Да, да, все, в принципе, у нас готово Так, можно отправлять в печь, да? И мы можем ставить духовку, да На сколько ставим? А мы будем смотреть с вами, недолго Так, а температура... 180-200 градусов Ага Так Все, ну а сейчас мы давайте с вами займемся салатами На 20 минут поставлю пока, да? Ага Ну что, я попрошу тогда потереть морковку Давайте Так Вот это у нас будет для первого салата тогда Да Емкость Очень нравятся мне вот салаты из тех продуктов, которые растут у нас на даче Вы еще на даче успеваете потрудиться? Я успеваю немного Конечно, основную работу делают родители с овощами, с фруктами Ну, фруктов нет, с овощами, получается, у нас занимается больше мама Ну, как удается, конечно, обязательно Прополка грядок, это моя работа Вот так вот, видите, у нас даже мастера спорта Могут полоть грядки Мы, может быть, сделаем вот так А, сразу туда? И сразу туда? Давайте, да Ага Действительно, что ли? Так, а я тогда займусь другим салатом Сейчас я заображу, чем бы мне заняться Я займусь тоже очень легким салатом У нас получается ананасы и сыр Отлично Так, я могу любую взять мисочку, да? Да, конечно, берите Нарезаем сыр кубиками Пока нарезаете кубиками сыра Скажите, чем сейчас живет наша федерация Судя по сообщениям СМИ регулярно проходят чемпионаты разные, открытые Да Турниры Ну, я могу сказать, что благодаря, как бы, вообще совместной работе всех тренеров Нашей спортивной школы, КДС США 1, так как она все-таки является лидирующей агентством спорта, да? Складываются, я могу сказать, неплохие условия для развития нашего вида спорта Потому что уже не первый год, а сейчас уже второй год будет у нас подряд То есть раньше мы брали как-то раз в два, в три года соревнований российского уровня Первый раз мы взяли в 2007 году, когда у нас была создана федерация Первенство общества Русь Я могу вспомнить, что это для меня было очень тяжело, потому что это было впервые на таком уровне Очень большое количество заезда Сколько человек приехало? Спортсменов Ну, там больше двухсот человек было Серьезно? Дальше мы взяли в 2009 году уже чемпионат Северо-Западного федерального округа России В командном, по-моему, зачете в третьем были, да, у нас? Мы, значит, сейчас вот в этом году, у нас групповые были на первом месте В этом году в 2015 проводили тоже чемпионат Северо-Западного федерального округа России Вот, а в 2016 мы в январе хотим взять первенство Северо-Западного федерального округа России То есть там будут уже выступать гимнастки по первому разряду и по кандидатам мастеров спорта То есть чемпионат это получается самые старшие гимнастки по мастерам спорта, которые Вот, то же самое нам удается сейчас уже, мы не первый раз приглашаем заслуженного тренера России Хореографа Михаила Первых, который работает и со сборной России, и в центре олимпийской подготовки Он в этом году приезжал, да, тоже? Приезжал он дважды Дважды И мы ждем его опять, получается, в январе То есть все это создает условия для повышения уровня всех наших гимнастов То есть получается мы делаем очень хорошую рекламу Получают наши дети хорошую подготовку Я должна сказать, что в принципе и результат у нас повышается То есть можно сказать, что у нас гимнастика художественная на довольно высоком уровне в республике, да? Да Получается Да, по сравнению с тем, что было, то есть у нас была ситуация, когда именно в нашей школе А наша школа была всегда на базе центрального стадиона Начинался провал, это 2000-2005 год Вообще, да, 2005 год Это когда закрыли стадион на ремонт Вот, и тогда пришлось нам, конечно, очень сложно Вы там занимались? Мы занимались везде, где могли Спасибо тем людям, которые помогали Очень много родителей помогали гимнастам, которые искали деньги, чтобы снимать залы То есть терпели это все Мы уезжали на соревнования на день раньше, уезжали на день позже, чтобы потренироваться в хороших залах То есть бывало и такое Вот, значит, все Вот здесь ингредиенты Очень быстрый салат Нарезали кубиками сыр Кубиками ананаса Я всегда еще люблю немножечко туда выжать чеснока Так, вот этот Чуть-чуть От чеснока тоже никогда не откажусь Интересное сочетание получится Сыр, ананас и чеснок И все это, все ингредиенты? Да И немножечко я добавляю чуть-чуть майонеза, чуть-чуть вот этой жидкости от ананаса Так, я с морковкой справился Что теперь делать? Вы молодец Так, теперь мы туда добавляем, высыпаем полностью кукурузу Так Пожалуйста И тоже можно туда чесночок добавить У нас тут выжималки Давайте Можем его мелко порезать Давайте Я могу потом эту функцию выполнить Так Что насчет занимающихся девушек, девочек приходят заниматься? Да Сейчас очень большой поток Потому что, в принципе, художественная гимнастика и в России, не только у нас, да? Угу Получает очень большую известность, популярность Наши гимнастки лидируют На мировом уровне Вот Ну, потом, я думаю, уже все разобрались Ведь надо что сказать Художественная гимнастика Есть разная Есть художественная гимнастика вот на начальном этапе Которая, она ведь является еще очень хорошо в плане реабилитации Многих проблем Связанных со здоровьем Вот То есть, по сути, как лечебная в какой-то естественной? Конечно, конечно То есть, у нас детки приходят, вначале мы их обязательно укрепляем Такая ОФП, да, сначала идет? Да, вообще развитие Сколько зубчиков, скажите? Сюда можно один Один Один, два Разогнался тут, честно Любите? Да Я всегда говорю, что, в принципе, спортсменки, девочки у нас позанимавшиеся Если даже они не доходят до конца, то Хорошая спортивная база, да? Вид спорта Да И физически они получаются все-таки сильными, хорошими Много у вас сейчас воспитанниц тренируются? Ну, я что могу сказать? Есть и совсем маленькие детки, и детки, которые постарше, и дети, которые уже мастера спорта, они до сих пор продолжают тренироваться То есть поток растет с каждой неделей Ну, вообще, карьера художественной гимнастки, она ведь недолгая, да? До 18 лет или до с каких? Ну, в основном у нас, то есть условия, чтобы продлить это все дальше, нет То есть нет никакого училища, да? И дети, в основном, которые выполняют и идут до конца, они заканчивают с окончанием школы Потому что это связано с тем, что они уезжают Поступают в другие горы, да? Да, да Вот, кто-то немножечко пораньше Так, вот смотрите, какой мы сделали необычный салат Напомним, кубиками нарезали сыр, ананас, можно тоже сэкономить время и купить уже кубиками порезанный ананас Добавили туда немного майонеза и для пикантности и аромата дольку чесночка И второй салат, который у нас тоже близится, как сказать, к своему конечному Морковь, кукурузу ее, слава богу, резать не надо А вот, и тоже чеснок, и тот же майонез, да? Да, да, ну кто-то может немножко майонез со сметаной Вы, наверное, своим девчонкам тоже говорите, что надо правильно питаться Обязательно Хороший спортсмен, без правильного питания, без режима дня, без режима питания не получится Они у вас занимаются, получается, два раза в день, да? С утра и вечера? Нет, нет, они занимаются на спортивных сборах два раза в день А так они идут в общеобразовательную школу Кто-то какую смену учится, в такую смену и приходит на тренировку А сколько тренировок в неделю у них? Ну, у всех по-разному, у маленьких деток мы начинаем тренировки с двух недель, затем два раза в неделю, затем три раза в неделю Чем старше гимнастка, тем больше продолжительность тренировок, ну и один выходной обязательно для восстановления организма То есть старшие гимнастки, получается, шесть дней в неделю занимаются? Да С ума с этим можно? Наверное, часто приходят мысли, да ну эту гимнастику Я думаю, они настолько уже влюблены, потому что если не любить этот спорт, то это не выдержишь Мне кажется, да, тут без этого не обойтись Так, что, это получается у нас уже готово? Все, это у нас уже готово Друзья, два салата уже сделали, видите, как быстро У вас такой темп жизни, да, что приходится все делать быстро? Да, да Теперь я попрошу, наверное, одну треть лучка мелко такими вот половинками сделать Можно? Полукольцами? Да, а я давайте себе колку потру Давайте Так, треть лучка Вот столько хватит нам? Да Хорошо Много ли у нас талантливых, потенциально хороших спортсменок? Есть спортсменки, потому что у нас, у нас же не одна школа наша спортивная, да У нас здесь есть клубы И на базе общеобразовательных школ, и отдельно взятые У нас развивается гимнастика и в Иркуте, и в Усинске Поэтому подрастающее поколение у нас очень хорошее Вот одна гимнастка у нас сейчас уже является членом сборной Северо-Западного федерального округа России уже второй год Здорово Да, сейчас с другого клуба девочка попала на соревнования юно-гимнасты То есть туда попадают сильнейшие детки Двоих мы отобрали сейчас на нашем республиканском отборочном турнире На всероссийский турнир «Надежда России» И они будут представлять нашу республику в Пензе в начале, да, в начале ноября месяца Здорово Вообще, какой регион в России считается, скажем так, ну, самым главным Лидирующим Лидирующим в гимнастике Наверное, Москва Москва, но там действительно привозят деток и в центр олимпийской подготовки И на базе Новогорска сборная там работает, да То есть все туда стекается Как ни крути, все дороги идут Но у нас очень сильная Сибирь Те же самые Чащина, Канаева, да, это Омская школа То есть пускай они даже работали в Москве Потом уже со своим тренером Но тем не менее подготовку они получали у себя То есть развивается гимнастика по всей России И как только появляются перспективные детки Их, конечно, стараются сразу привлечь и тренеров, и деток в Москву Для того, чтобы, как говорят, дубы растут среди дубов Чтобы девочки конкурировали и росли дальше, прибавляли Так, и лук достаточно порязывал или еще мельче? Нет, больше не надо Не надо, да? Хорошо Так, а вот этот самый следующий, самый быстрый салат Если не включать его в арку Это очень хорошо для хозяйки вообще вот эти салаты, потрясающе Быстрая Это у нас свеколка, и здесь мы уже заправим ее маслом А, то есть это салат просто свекла и масло Да Очень полезный Вот, берите хозяйки на заметку Ну, я думаю, это хозяйки знают все Не ровен, сейчас скоро Новый год Время прорезает Там хозяйки будут сельдь под шубой делать Но дело в том, что действительно майонез, он тяжелый для организма Если дома очень полезны салаты, вот греческие, на основе масла Да Многие, я думаю, хозяйки готовят Если они готовят, например, огурцы, помидоры То они не используют майонез, они используют сметану Да Поэтому все, что с маслом, только в путь Очень быстрый салат Покупается фасоль Сюда добавляем лук Вот этот? Да Добавляем Сухарики Значит, сухарики И немного опять майонеза Отлично И больше ничего не надо Получается очень пешанко За какое время вы готовите дома обеды, ужины и завтраки? Ну, можно готовить сразу несколько блюд, да Если особенно еще варишь суп Очень быстро На самом деле Вас дети вообще дома видят? Вы же, наверное, очень много проводите времени с воспитанниками, с гимнастками Да, но дело в том, что дочь моя тоже находится со мной в зале Но не все время, конечно Дома мне очень помогает сын Во время любой готовки, особенно когда праздники То есть без него я не обхожусь Это хорошо Здорово На счет этого салата надо сказать, что его, в принципе, надо заправлять То есть особенно сухарики перед тем, как подавать, чтобы они не размякли Да Мы пока подождем, не будем, да? Да, да Так, салат номер, я уже сбился со счета 4, да? Да, салат номер 4 Фасоль Фасоль, кстати, может быть и белая, да, или лучше красная? Ну, вообще я люблю, чтобы вот я беру лобио по-грузински Для того, чтобы был такой вот вкус приятный, интересный Немножечко со специями Тогда это будет вкуснее Согласен Итак, лук, фасоль, майонез и потом мы добавим туда перед подачей А теперь я предлагаю, мы давайте нарежем для красоты Зелень? Зелень, нет, помидоры, огурцы и перчик Кроме того, что должно быть вкусно, должно быть еще приятно для глаз Смотри, сначала наесться глазами, чтобы не наесться Нет, ну вообще, да, зелень, я очень люблю зелень, очень любят зелень мои дети Вы, наверное, как вторая мама для своих подопечных А куда это, куда от этого деться? Мы очень много времени, то есть и они с нами очень много времени, и мы с ними Потому что особенно, когда мы ездим в поездки, да? Тренер становится самым родным человеком Ну, ты отвечаешь, во-первых, полностью за ребенка все 24 часа в сутки Кроме того, что я уже со временем поняла, что это действительно большая ответственность Дело в том, что раньше этого воспринималось естественно Я так ездила, да, ну и что тут? Вот, очень переживаешь, то есть дети могут заболеть Очень переживаешь, пока мы едем Условия в гостинице бывают тоже разные Они очень сильно переживают, особенно у кого мало опыта Перед выходом на площадку Им тоже нужна психологическая поддержка обязательно У вас выступление длится полторы минуты, по-моему, да? В индивидуальном полторы минуты Есть еще групповые упражнения, где сразу на площадку выходит 5 человек Они могут выйти, например, с 5 мячами А мастера, например, могут выйти 2 обруча, 3 ленты То есть, и здесь тоже надо работать в плане и педагогики, и психики Психологической подготовки Потому что надо, чтобы они могли сплотиться и работать как одна Это очень сложно У всех разный характер, да? Конечно, конечно Все, а помидоры мы можем просто на четверсинки сделать Давайте И будем уже выкладывать Сейчас я только тут попки отрежу сейчас Они же нам не нужны Так Минуточку у нас Посмотрим, что у нас тут в филешке Как тут? Ну, слушайте, выглядит вкусно и даже как будто готово Я не знаю, давайте посмотрим У меня ощущение, что да Готово, да? Попробуем И все это мы съедим Вы можете тоже точно так же сделать дома И наслаждаться потом Так, пока сюда поставлю Ну что, мы будем, наверное, так На четвертиночке помидорчиков Мы сейчас будем все это дело украшать Так Гимнастика вообще художественная Довольно молодой вид спорта В олимпийской программе она с 84-го года, по-моему, да? Ну Как так получилось, что Русские гимнастки Задают всем жару? Как вы считаете? Почему так происходит? Потому что По-моему, это единственный вид спорта В олимпийской программе Который Получил свое начало в России То есть она была создана С Мариинским театром что-то связана Да, с Мариинским театром С институтом Лесгофта То есть именно там на базе Все это начиналось, создавалось И были первые курсы Первые гимнастки И поэтому, я думаю, нам быть Держать марку, да? И я всегда еще говорю О духовности россиян В любом случае, да? Потому что Все равно это художественная гимнастика Сродни искусств Ну, души шире Ну да Трогательнее, чем у россиян Мне кажется, нет Соглашусь Так Ну что, мы будем теперь Выкладывать все красиво на тарелку Нам нужна какая-то большая тарелка, да? Нет, я думаю, мы можем порцию А, ну давайте Да, или две порции Давайте сделаем Две порции Очень мне нравится, когда украшение То есть сначала Любой салат делается в любой плошке Да? И затем обязательно украшаю Чтобы это было приятно Также глазу Хотелось это съесть Использую салат Укропчик Петрушечку Все, что есть дома Когда У вас был первый успех В гимнастике Я имею в виду ваше выступление Когда вы поняли, что вот Мне это нравится Когда взяли в руки вот медаль, там я не знаю Победили в каком-то турнире Вот не помню такого Мне моя подруга все рассказывала Что? Я, говорит, за тобой наблюдала Ты что-то билась, билась Бросала кувырки Мы же раньше выступали еще на полу А у нас вот это вот так вот Две булавы бросить Да? И два кувырка сделать Я вот этот момент Честно говоря, не помню У меня была в процессе В тренировочном процессе еще травма Перелом ноги Вот когда, может быть, были первые задатки Как раз тренерские Это было в районе 12 лет И у меня тренер просто дала задание Тренировать, помогать Вот я помню первый свой опыт тренерский А в плане гимнастики Да, я была чемпионкой республики Значит, на каких-то всероссийских турнирах Была в лидерах Но это был такой ежедневный процесс И не было такого вот какого-то ах Ну да, достигла Но я всегда понимала И нас учили, в принципе Что надо не останавливаться Идти дальше То, чему я учу сейчас своих спортсменок Потому что это очень важный психологический момент Очень многие детки Особенно, когда они маленькие Если очень быстро приходит успех То, как говорится, и корона вырастает очень быстро Приходится корону сбивать, да, иногда? Да, да Вот, поэтому, конечно, вот Только труд Даже если гимнастка стала первой Я всегда говорю, что не забывай Что твои соперницы к следующим соревнованиям Готовятся еще сильнее А ты не должна почивать на лаврах То есть постоянно, каждодневное занятие получается, да? Да, да Потому что это немаловажно Правильно работать, правильно нацеливать спортсменку, да? И всегда нацеливать на преодоление себя То есть все работают по-разному У меня вот такая тактика Ну что, достаем, да? Да, давайте вы Я буду придерживать Вот если на девочку посмотрите Допустим, вам привезти Родительная приводит Вы можете, наверное, сразу же оценить Исходя из вашего опыта Есть перспективы у ребенка или нет Вот если, допустим, у ребенка, по вашему мнению Нету каких-то задатков, данных Вы все равно возьмете тренировать ее? Ну, сейчас, наверное, и, в принципе, уже все последние годы Я родителям советую И направляю, нацеливаю на то, что В принципе, когда смотришь, ребенок крепенький, да? Но у ребенка есть реакция То есть какой-то игровой вид спорта Может быть, в какой-то танцевальный, если она ритмичная То я, конечно, предлагаю сразу же идти по направлению То есть, чтобы ребенку... То есть, даже другой вид спорта можете посоветовать, да? Конечно, конечно И у нас есть девочки, которые потом в процессе тоже Ну, есть такой момент, как окостенение, да? То есть, вот этот момент, когда нам нужна определенная гуттаперчивость А у девочки она не развивается То же самое, советуем родителям И направляем Иногда даже созваниваемся с педагогами, с тренерами И ребенку уже отправляем туда Вот А сказать так, о том, что она сразу будет Там, чемпионка или еще что-то Это невозможно Потому что первое, на что мы смотрим на девочку Это внешний вид Лицо, телосложение То есть, она должна быть приятна внешне очень Вот И я могу сказать, что наш вид спорта все равно он облагораживает Потому что девочки работают с музыкой Девочки работают с мимикой И поэтому... Раньше-то как было? Выступали под живое сопровождение, да? Ну, это было вообще здорово Это было здорово Вообще здорово, когда есть условия И есть возможность проводить ту же самую хореографию А это неотъемлемая часть художественной гимнастики Под музыкальное сопровождение У нас были ситуации, когда мы были... По-моему, я была в Запорожье И вот надо выходить уже в гимнастике И мы понимаем, что пианистки-то нету Ей дали задание Купить телебилет Ну, я не помню, что там происходило И помню, выходит уже наша гимнастка И понимает, под что же она будет И тут влетает Наша пианистка И смаху за фортепиано Вот это было здорово Ну, кроме того, это было очень удобно Потому что сейчас есть нормированное время И ты уже ничего не можешь изменить Если у тебя идет какая-то потеря То есть ты должен сразу реагировать Потеря, имеете в виду, что там... Потеря предмета Выпадает какой-то кусок у тебя упражнения Ты должен сразу сообразить Ты должен начать музыку Независимо от потери А раньше пианистка тебе помогала То есть где-то затягивала Где-то видела, что гимнастка запаздывает То есть подстраивалась под нее Сейчас такого нет То есть сейчас сложнее получается, да, в какой-то степени? Ну, сейчас больше, может быть, разнообразия В музыкальных произведениях Сейчас даже разрешено сопровождение и с голосом А гимнастки вот на ковре во время выступления Могут импровизировать? Или уже они заучиваются программ? Не засчитают им теперь эту импровизацию Потому что перед тем, как выйти на площадку В день приезда Проходит мандатная комиссия И гимнастка должна заранее В напечатанном виде Сдать схему С определенными, значит, значками, знаками Что работает? В детскую коллегию И не уже импровизация То есть если она будет делать Не по написанному, напечатанному То есть ей это не засчитывают С ума сойти, как все Да, а вот раньше, кстати, можно было Были такие случаи, когда гимнастки вдруг выходят Даже бывали взрослые уже гимнастки Вот раз случилось, останавливается и забыла Очень опытные Могли уже что-то импровизировать по ходу Вспоминая, а сейчас такого нет А как придумываются эти все элементы? Ну, то же самое, да Есть определенные элементы То есть сейчас у нас Три группы тела Это прыжки, вращение равновесия Есть таблицы стоимости Хотя допускаются оригинальные элементы Это те элементы, которые может делать одна гимнастка только Вот он очень сложный, очень оригинальный Но мы должны, если действительно гимнастка у нас такая есть Делать такой элемент Заранее подать Международную Федерацию На утверждение этого элемента Чтобы за ней его закрепили То есть другим нельзя будет его делать? Ну, пока эта гимнастка пока только будет делать И ей будут оценивать определенно, да Вот И вот уже из этих элементов Соответственно, какого уровня спортсменка Какие элементы То есть там есть стоимость до 50-х Можно соединять элементы То есть это все еще происходит с работой предмета Что тоже может увеличивать стоимость Вот И уже вот соответственно этому она и набирает ту сумму баллов Которую она способна А какой у вас был любимый предмет, когда вы выступали? Я очень любила булавы Хотя они на самом деле очень сложные Я очень жонглировать любила Очень любила большие высокие броски Булавы, наверное, они у меня всегда были танцевальные Как вот гимнастки, как вы рассчитываете Вот Подкидывают вот мяч там или те же булавы Еще сделают несколько кувырков И потом их ловят Как это все рассчитывается? Путем проб и ошибок? На какую высоту? То как У кого, как говорится, не хватает Немножечко тот Бесконечно может это бросать Кувыркаться И ничего не получится Ну, конечно, здесь надо включать мозги Надо включать расчет Здесь, извините меня И физика уже подключается Когда и Сила притяжения и инерции Все законы тут работают Да, и гимнастки должны Действительно это все учитывать Но, естественно, это бесконечный труд То есть, чем сложнее элемент Тем больше надо над ним работать Ну, бывают такие спортсмены Которые легкие не всегда осваивают То есть, здесь, конечно, очень Важна координация спортсменок Которая развивается в среднем возрасте И постепенно То есть, она взрослеет Все это мы сложнее Усложняем ей обязательно Потому что Выходить по программе Мастеров спорта С упражнением по первому разряду Ну, это никуда не годится А какой предмет считается Самым сложным в работе? Ну, вы знаете, у каждой, наверное, Спортсменки разный предмет Всем девочкам, которые Особенно приходят маленькие Всем очень нравится лента Она очень гарантиозная Она красивая, да Она красивая, да Но очень сложный предмет На самом деле Потому что вот эта длина предмета То есть, надо работать очень много Надо иметь сильные руки Надо иметь вот этот расчет бросков Чтобы не замотаться в ней Потому что неопытные спортсменки Очень часто в упражнении Или банты вяжут Потом стоят развязывают, да У нас есть такое выражение Может быть, спицы выдать? Вот Значит, либо сами запутываются Кроме того, надо учитывать Что у нас площадка У спортсменок 13х13 И вот когда гимнастка идет, рисует И не видит, что она идет около площадки А ленточка может коснуться площадки за пределами ее Ей тоже идет сбавка Вот так вот Да Все очень жестко Сколько всего нужно учитывать, оказывается Сколько моментов интересных есть У нас есть еще и акробатика Акробатические элементы, которые тоже необходимы И которые используются в рисках В упражнениях Они, конечно же, очень украшают упражнения Но здесь тоже надо иметь и силу Это всякие там сальто Это перевороты Кувырки Там бочонки Ну по-разному они называются И Выполняются совершенно различным уровнем То есть Наши гимнастки пополняют Свою базу И на сборах И дома Эти элементы, да Здесь должна быть и гибкость Также координация и сила То есть Сильные руки должны быть, да Сильная спина Без этого никуда не деться А вот так вот посмотришь на гимнасток Таких Хрупкие Маленькие Оказывается, они все Тренированные Ну вообще, да Уже этот вид спорта Сравнивают Ну просто говорят, что лошадиные Очень надо много уметь на самом деле И очень надо много тренироваться А вот из гимнастики, из художественной В какой вид спорта можно перейти И были ли какие-то случаи У нас были разные варианты В легкую атлетику И дети очень хорошо бегали В волейбол Пожалуйста И очень хорошо они с мячом То есть естественно они берут ту технику Которая там уже в другом виде спорта У нас были и в плавание уходили То есть дети получали хорошую общую физическую подготовку И очень много в танцевальной, конечно Мы шпагат всех посадили? Всех сажаете на шпагат? Сейчас у нас детки тянутся сами То есть потому что это все-таки связано Это северные детки Им немножко не хватает, я считаю, солнышка И то, что было как раньше Мы северяне хуже тянемся, да? Нет, вопрос того, что немножко не хватает, конечно, солнышка Не хватает сил нашим деткам Потому что те дети, которые в среднем районе У них больше фруктов, да? Наши дети все-таки этого не получают Больше тепла Наши такие немножечко бывают бледненькие Но, тем не менее, мы все равно работаем И с родителями, и с гимнастками И говорим, что надо Необходимо добавлять питание Для того, чтобы укреплять организм Ну вот обычно считают, что Дети, которые занимаются в какие-то секциях спортивных Они и по учебе тоже успевают То есть они более собраны по времени Мы все взаимосвязаны У нас были разные случаи То есть и у меня в спортивном классе И вот первые поколения Когда родители говорили, что Вы знаете, мы, наверное, не будем больше заниматься Мы все-таки, наверное, посвятим время учебе И оказывалось так, что у этих детей Появлялось очень много времени лишнего И с учебой становилось немножко даже хуже А тут спортсменам, то есть если он хочет успевать И если он действительно спортсмен Нацелен на результат У него в голове все по полочкам Должен успеть А есть такие вот девчонки, у которых Вы уже видите, что она вот нацелена На какой-то результат определенный Я могу сказать, что такие девочки есть Но кроме того, что нацелен тренер Нацелен гимнастка Должен быть еще нацелен родитель Потому что без поддержки родителей А теперь это не только психологическая, но и финансовая поддержка Ничего не случится У меня просто нет слов Сколько мы тут вкусностей наготовили Главное, что все это, в принципе, по сути полезная очень кухня получилась Рецепты полезные все Тогда еще можно орешки грецкие Кедровые А можно грецкие, действительно? В общем, кедровые, наверное, тоже очень вкусные, я думаю, да? Угу Какое у вас любимое блюдо, кстати? Такой интересный вопрос, да? И вот люди, они рассказывают, что у них есть любимое блюдо Я могу сказать, что такого приоритета к какому-то продукту у меня нету То есть, когда ты ешь постоянно овощи, ты же тоже от них устаешь, да? Тебе хочется чего-то мясного Иногда хочется рыбку съесть То есть, я иду от своего организма Вот хочу сегодня вот это Или как-то вот так вот Вот так Огурцы лентами Лентами перец А, перец, да, вот Красиво у нас получилось все Да Шикарно Нарядно Просто вообще здорово Сейчас будем это пробовать Конечно Я предлагаю начать с курицы Давайте попробуем Что там у нас получилось Филе прожарилось Мы не обманываем никогда Мы едим только готовую пищу Ммм, сочно, кстати, получилось Угу Не получается сухое Ну, не передержали, кстати Курочку, напомним, мы запекали при 180 градусах 20 минут И, по сути, больше не надо, действительно Получается замечательно Мне вот хочется попробовать вот этот салат интересный Что же там получилось, да? Да, вот такое сочетание Необычное Практически можно сделать канапешки такие, да? Оп, если получится Все что угодно Оп Необычное и вкусное Мне нравится Потрясающе Да А вы попробуйте тоже что-нибудь Да я Я можно свеклу Так Тем более свою Это продукты, кстати, с вашего огорода, да? Да И морковка, и свекла Угу Очень вкусно Очень вкусно Потрясающе Питайтесь вкусно и полезно Ну, слушайте, вообще очень быстрое, очень полезное блюдо Огромное вам спасибо Спасибо Напомню, друзья, что для вас сегодня своими рецептами Поделилась Ольга Куклина, президента Федерации художественной гимнастики в Республике Коми Я желаю вам, талантливых юных спортсменок, вообще Федерации Республиканской новых побед, чтобы Республику Коми знали, как регион, в котором сильные, красивые девушки живут и выступают, и все будут знать, что есть такая Республика и есть такие спортсмены Спасибо вам большое Спасибо вам Друзья, увидимся с вами на Неполитической Кухне и обязательно приготовим что-нибудь вкусное До свидания Субтитры сделал DimaTorzok